Видео подготовлено сайтом online.dz.net. Задание 343. Начертите произвольный треугольник, измерьте его стороны и углы. Найдите периметр и сумму углов этого треугольника. Чертим произвольный треугольник. У меня он будет вот такой. Обозначим этот треугольник А, Б, С. А, Б, С. Теперь измерим его стороны с помощью линейки. С, Б я измеряю. У меня получается 5 сантиметров. А, С я измерила. У меня получилось 36 миллиметров. Не получилось целого количества сантиметров. И я измерила свою сторону А, Б. У меня получилось 52 миллиметра. Теперь я могу вычислить периметр треугольника. Для этого мне нужно сложить стороны треугольника. Мне придется складывать 5 сантиметров. 36 миллиметров, 52 миллиметра. Я не могу складывать сантиметры с миллиметрами. Поэтому я 5 сантиметров переведу в миллиметры. Учитывая, что в одном сантиметре 10 миллиметров, это будет равно 50 миллиметров. Теперь можно вычислить периметр. 50 миллиметров плюс 36 миллиметров плюс 52 миллиметра. Получится. Для того, чтобы вычислить устно, я использую сочетательный закон сложения и сложу вначале 50 и 52. Это будет 102. К 102 легко прибавить 36. Это будет 138. 138. И в скобочках запишу миллиметров. У меня получился периметр 138 миллиметров. У вас стороны могут быть совершенно другие и, соответственно, другой периметр. Теперь я измерю углы моего треугольника. Сделаю это с помощью транспортира. Я беру транспортир, подвожу его к углу С, так, чтобы центр транспортира совпал с вершиной угла, точкой С, и так, чтобы сам транспортир проходил вдоль стороны СВ. Вот здесь у меня как раз так расположен транспортир. Тогда я смотрю, на какую отметку указывает вторая сторона угла. Вторая сторона угла указывает на отметку примерно 74 градуса. Записываю угол С равен 74 градуса. Теперь измеряю угол А. Вот так я поворачиваю транспортир, чтобы он проходил вдоль стороны АС угла А, и чтобы вершина транспортира совпала с точкой А. Смотрю, на какую отметку указывает вторая сторона угла. Я буду смотреть по внутренней шкале, потому что первая сторона угла лучи СА на нулевую отметку указывает на внутренней шкале. Поэтому я смотрю по внутренней шкале отметку, и это будет отметка 66 градусов. Угол А равен 66 градусов. Измеряю угол В. Так, смотрю, сторона ВС проходит вдоль линейки транспортира, поэтому я смотрю, на какую отметку указывает вторая сторона транспортира. В данном случае я буду смотреть по внешней шкале. Почему? Потому что первая сторона угла луч ВС проходит через нулевую отметку на внешней шкале. Вторая сторона угла указывает на отметку 40, значит, угол В равен 40 градусов. У меня получились такие углы, а у вас получатся совершенно другие углы. Теперь осталось только найти сумму углов. Угол С плюс угол А плюс угол В будет равно 74 градуса плюс 66 градусов и плюс 40 градусов. Это будет равно 74 плюс 66 – 140 и плюс 40 – 180 градусов. Здесь я могу вам немножко подсказать. Несмотря на то, что сами углы С, А и В, или, может быть, вы их назовете как-то иначе, будут иметь другие градусные меры, сумма углов должна составить у вас тоже 180 градусов. Это я вам скажу, забегая наперед. Почему так, вы узнаете в 7 классе. А я вам это говорю для того, чтобы это было для вас своеобразной проверкой. Если у вас получилась другая сумма, то, возможно, вы ваши углы измерили неправильно. Итак, я нашла сумму углов, нашла периметр треугольника, запишу ответ. Периметр треугольника у меня составил 138 миллиметров, а сумма углов треугольника – 180 градусов. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.